Всем привет! Сегодня вас ждет увлекательный ролик, в котором я покажу как делал свой тестовый стенд для усилителя генератора. Столкнулся я с некоторыми трудностями и кое-чему научился. Теперь расскажу вам. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Некоторое время назад я начал готовить ролик про ган-транзистор, в котором мне понадобилось проверить восстановление обратной проводимости. Это аналог диода в мосфете, но с моментальным восстановлением. И чтобы реально в этом убедиться, я начал делать стенд. Почему не проверить напрямую от генератора? Все потому, что выход у него всего 200 мА, а для теста восстановления нужно больше тока. Поэтому я начал искать варианты решения данной задачи. Самое простое, что приходило в голову, это взять какую-нибудь ТДА-2003 или 20-30 и сделать из нее повторитель напряжения, чем я и занялся. Но оказалось, что ТДА не предназначена для таких задач. У нее там есть внутренние узлы, которые мешают работе в таком режиме. По итогу я провозился пару дней и забросил, так как результат был ужасным. Посовещавшись в нашей группе в Телеграме, мы пришли к другому решению. Использовать эмиттерный повторитель. Но у него есть такая неприятная особенность, он никак не реагирует, если выходное напряжение просаживается. Поэтому решено было добавить операционник, который будет обратной связью регулировать напряжение. Это еще сыграет злую шутку, но чуть позже. Можно было по хардкору собрать данную схему на макете. Но я решил делать все по красоте. Запустил Altium и начал рисовать. Сначала схему, а потом и плату. В итоге было допущено пару ошибок, которые в конечной схеме я исправил. Почему я перешел на Altium? Ну во-первых, потому что нужно рисовать сначала схему, а потом уже плату. На которой появляются связи. Во-вторых, тут есть экспорт бом. Так как часто просят список компонентов. А в Altium это делается в два клика. Но еще важная фишка это то, что можно посмотреть плату в 3D. Попробовать ее поместить в какой-нибудь корпус и так далее. Следом я начал делать плату в домашних условиях. Так как это первый образец и косяки будут обязательно. А вы уже можете мою обкатанную плату заказывать в Китае. У компании PCBWay. Которая на протяжении многих лет поставляет отличный продукт. В виде высококачественных печатных плат. Поэтому можно смело у них заказывать. И пользоваться преимуществом заводских плат против самоделок. Тем более, что цена не сильно кусается. Мы же сделали образец и теперь можно его запаивать. В принципе ничего сложного. Рекомендую сразу поставить радиатор. Так как транзисторы в процессе работы ощутимо нагреваются. И вот на этом этапе начинается самое интересное. Как мы помним главной задачей было тест диодов. А значит нам нужно создать очень крутые фронты и спады сигнала. Тут все упирается в скорость нарастания напряжения операционного усилителя. Открываем даташит и смотрим на этот параметр в разных усилителях. Первый мне под руку попался 4558. Вполне неплохой усть для самоделок. Но вот нарастание у него не самое лучшее. Потом покопав еще даташиты, увидел, что у TL072 гораздо быстрее нарастание. Вставлю его и ничего не понимаю. Сигнал стал очень страшным. Но что изменилось? Я ведь просто поменял микросхему. Проверил всю обвязку, нету ничего странного. Ставлю обратно 4558 и сигнал лучше. В какой-то момент я подумал, что это может быть виновата сама микросхема. Покопался в старых запасах и нашел ту, которую заказывал на маузере. Ставим ее и что мы видим? Сигнал стал ну прям очень неплохим. Спад конечно не идеален, но уже намного быстрее, чем в предыдущей микросхеме. Для примера, вот вам корпуса одинаковых микрух. Только одна из них подделка, а другая оригинал. Вывод следующий. На вороне можно брать все, кроме активных компонентов. Так как там часто идет паленка. Будьте внимательней. То, что мы разобрались в проблеме, это круто. Но по итогу сигнал все равно долго нарастает. Я решил подключить выход генератора напрямую в усилительный каскад. Надеюсь, что таким образом сигнал станет лучше. Но нет. Получил сильный возбуд. Схема сходила с ума. Шеклай в таком варианте не самый лучший. Поэтому решено было делать вторую плату. Которая будет просто повторителем. Но уже на Дарлинтонах. И эта плата будет работать независимо от основной. Когда нужны прям максимальные фронты, буду использовать ее. Так как они тут реально очень резкие. Почти как в генераторе. Это позволит произвести опыт. А когда нужно максимально точно повторить сигнал генератора. То буду использовать первую схему. Теперь вернемся к большой плате. У нее есть еще защита. Давайте протестируем. Для этого необходимо настроить работу компараторов. Так, чтобы один из них отслеживал положительное напряжение. А второй отрицательное. Для этого в режиме без нагрузки крутим переменный резистор. И смотрим показания вольтметра. Нам нужно создать некоторое смещение относительно нуля. Вычислить его можно по формуле. Зная сопротивление шунта и максимально допустимый ток. У меня по расчетам получилось примерно 1 вольт. Проверить результат работы можно закоротив выход. Релюшка сразу захлопнется. И не откроется до снятия питания. Поэтому я сделаю кнопку сброса для удобного рестарта. Звук щелкающей релюшки доставляет удовольствие. Но на самом деле, когда происходит козе, это плохо. Теперь нам останется запихнуть всю эту красоту в корпус. Я буду использовать обыкновенный пластиковый. Переднюю крышку посверлю руками. А вот заднюю с отверстием под кулер я решил просто напечатать на принтере. По фотке обрисовал панельку и быстро напечатал. Получилось вроде неплохо. Питать схему буду от двух одинаковых трансформаторов. Их мощности вполне достаточно для моих потребностей. Следом я приступил к сборке. Потратив примерно день, я собрал все в одно целое. Трансформаторы закрепил на шпильку, получилось надежно. Остальное крепил на стойке. И только десятишку на клей. Так как лень уже было что-то придумывать. Кулер остался без управления. Молотит постоянно. Но так и нужно. Так как даже в холостом режиме идет нагрев ключей. Теперь настало время все-таки провести какие-то опыты. Давайте протестируем эту хваленную обратную проводимость. Схема для измерения очень простая. Транзистор, резистор, генератор и осциллограф. Амплитуда импульсов 10 вольт. Частота 1 кГц. Запускаем сначала на мосфете. И что мы видим? Идет конец положительной полуволны. Диод начинает закрываться. Ну вот уже наступила отрицательная полуволна. А диод все еще проводит ток. И только спустя какое-то время он закрывается. Теперь подключим ГАН транзистор. И картина реально меняется. Тут нету обратного восстановления. Он просто закрылся и все. И это прям хороший плюс данных транзисторов. Так как они не будут подвержены сквозному току. Можем еще кое-что протестировать. А именно то, как быстро транзистор открывается. Думаю вы знаете, что у каждого транзистора есть задержка на открытие. Так вот у ГАН транзистора она в разы меньше. Проверим же это на практике. Для этого соберем простейшую схему. Подключим источник и генератор сигналов. Сначала к мосфету и посмотрим, что он может. Как видим реальная характеристика даже чуть меньше, чем в даташите. И это хорошо. А теперь подключим ГАН транзистор. И тут опять же видно разницу. Как ни крути, но ГАН транзистор это будущее. И он превосходит по своим параметрам мосфеты. Вот такой познавательный ролик у нас сегодня получился. Следом попытаюсь выпустить ролик про ГАН транзистор. Надеюсь было интересно. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok